желание всем привет и рассмотрит марш равенства украина да так я не могу когда снимают и звуки красивых людей умных и все они пришли праздновать равенство и добиваться его там я послезила хорошо только я хотела сказать не про это и хотел сказать про то что теперь мы завтраком яйцами и про твою диету короче что мы голодаем соня наконец-таки меня убедила чтобы я все-таки уже села на правильное питание да направо не на диету а просто ну перестать есть вот ему булки тампончики всякое такое непонятно что каждый день плюс ауруму потому что она ходила у нее закончились курсы уже все теория закончилась теперь надо экзамен и практика вот вот такой поэтому она начала есть салаты и яйца на утро а я ее поддерживаю но я долго поддерживать не смогу потому что мне не нужна диета и мне будет сложно мне надо что-то такое побольше всего нам не обязательно вместе на диете давай я посмотрю дальше продолжение парада ну что я же видел с ним ну хорошо давай посмотрим парад и мы пойдем гулять вышли мы на улицу все что-то покажешь мне дома я посмотрю вышли сейчас будем гулять по новым на улицам для нас у нас есть и время до двух часов дня потому что в два часа уже пора обедать ребенку и нам наверное бы не принципиально но я сделаю отдельное видео про корм режим кормления и вообще виды вообще про меню сделаю отдельное видео меню для девяти месячного ребенка я хочу просто разработать меню и вот я вам свое меню сниму на видео и как правильно кормить а еще мы идем прогуляться ирана деда села поэтому сейчас возьму мне кофе она может быть просто водичку а или мы вчера купили накупили очень много вещей до секонд-хенде много вещей 20 штук получать потом правда два слюнячика носочки одни в целом 20 штук на сумму меньше 5 евро это один секонд-хенде есть по кресть крестьяна барона если правильно говорю и нам он очень нравится и там самый дешевый день воскресенье получается мы не знали какой вчера был день ну поди по стоимости мы пришли был было килограмм 490 и у нас вышло 800 то что сегодня ну мы же не знали этого когда пришли принципе то что мы заплатили никто не так много да я хочу следующее воскресенье тоже сходить потому что оказывается на вид вот я сегодня и кофточку дело беленькую она была кофточка огромная думают смысле одевать если она большая я одела она вот так она одета она как мальчик одета но но вы же понимаете что нам все равно просто там в основном были вещи для мальчика вот такие расцветки всякие мальчиковы у нее белый такой long sleeve и на подтяжках штанишки классные такие а носочки тоже секонд-хенда у нас есть носочки просто я обожаю порыться в секонд-хендах и если что-то мне попадается все хватает а детские вещи мне больше нравится искать потому что они более красивая прикольная чем взрослая взрослая что это такое всякое висит непонятно шоу вот такой малышок она желающих она кстати начала уже лучше есть она уже съедает полную порцию каши что меня очень радует уже как-то днем она уже больше еды есть то есть утром мы дали ей кашу в десять утра два часа дадим ей пюре потом перекусики это должны быть например фруктики или какой-то печеньки кстати купим потому что печеньки казаться они не просто как лакомство они должны быть но ребенок должен знаком быть и с хлебом и с печеньем совсем-всем-всем чем можно и мы постепенно нельзя перезаперегружать то есть нельзя дедовать мы сегодня дыню первый раз далее нельзя давать сегодня и дыню и арбуз но уже в таком возрасте ребенок может в теории есть все можно уже арбуз ей давать но мы арбуз дадим через несколько дней мякать арбуза кстати она может сама его есть он же не сильно твердый она им не подавится откусывать может разместить такую твою фотографию сейчас посмотрю давай посмотрим я решила вернуться сбегать в туалетную дорожку потому что я если пью воду или какую-то жидкость но если именно в воду мне хочется очень сильно в туалет сразу поэтому мы сейчас будем пойдем подальше гулять и будем брать кофе там все так и пить тоже поэтому надо сходить или что-то как-то и подумал об этом поэтому сейчас я быстро мы недалеко не отошли вернусь на улицах вообще пусто и меня это полностью устраивает нет ни машин такое спокойствие людей мало очень причем вчера вчера же была суббота еще вчера должны были уехать куда-то вчера было так нормально людей гуляли по городу ходили сегодня как-то их совсем нет ну мы только возле дома у нас вообще такая спокойная улочка на самом деле здесь всегда мало машин всегда людей поэтому мы не знаем когда их как там фактах мы пойдем вечером наверно уже в парка сейчас просто походим по городу поснимаем что-то посмотрим новые районы пройдем в одно место куда я хотела посмотреть там новостройки мне всегда интересны новые районы новые дома там территория вот знаете что еще еще мне хочется продать нашу коляску купить прогулась ой киса кошка живет красиво я уже захожу эта коляска нам когда нужно на следующую ребенку это еще будет не скоро то мы купим другую коляску я так думаю что зачем я не люблю вещи которые не используются и лежат особенно если они гармостки и занимают много места и просто от этой коляски если бы еще это было только прогулка но от нее еще есть люлька она лежит и не замена совершенно не нужно место занимает мы будем возможно сегодня покрасим мне голову потому что у меня волосы седые пол головы самом деле я читала что это причина такой седины не по возрасту это очень такая большая тревожность это у людей как которые подвержены подвержены стрессу можно сказать даже накручивается на себя а я такой человек нервный очень каждую любовь какой-то ситуации проблемных я ее раздуваю ну не могу как-то по-другому получатся вот покрасим попробуем что из этого выйдет и иры тоже ирина нужно постричься но парикмахерские сегодня наверное закрыты еще она в одну парикмахерскую записалась там или не записался хотел записаться вы знаете там запись на месяц вперед уже а ей надо сейчас там на короткие стрижки можно было записаться а или будет через четыре дня 9 месяцев девять уже много уже как бы так незаметно поэтому я решила что мне как-то с питанием правильно не получалось поэтому я решила составить меню чтобы четко знать на следующий день когда что чем кормить потому что знаете хаотично так у меня не получать как попал получать вот и вот сегодня вроде бы уже встали в десять часов она съела всю порцию каши потом она поела дыню попробовала и еще смузи луктовый съела тоже вот нормально и идет она уже привыкает я думаю что году она уже будет нормально есть просто почему-то я парюсь знаете вот эти все сроки которые кто-то придумывает эти сроки педиатры они только мешают людям нормально жить потому что они боятся что если они не попадают под какие-то рамки и сроки значит они сделают дело что-то не так и винят себя вот я себя веню иногда а потом думаю ну есть его девять месяцев что ты паришься мне жарко я оделась ну так длинным рукавом но на улице прохладно носка футболки будет рядом вон ждут меня мои но их малышей есть корочка такая молочная сибарейная корочка и вот у нашей Эви тоже есть корочка я уже говорил о ней она мне все покоя не дает потому что она должна проходить проходя уходить сходить она узнать у нее просто сверху густые волосы и длинные довольно выросли потому что корочка мешала мешает им выпасть и в то же время корочка мешает и волосы мешают корочке нормально сойти я вот вчера почитала что у некоторых детей прям и до двух лет это корточком корочка может быть мы ей вот моем голову шампунем раз в неделю примерно но детям шампунем чаще нельзя а из-за корочки а из-за корочки 2 до носочка у нее как будто голова быстрее грязнится понимаете сейчас оденем давай одевать носочки а как она так умудряется она умеет а где второй в ручке да учусь олли делать вот вратерла уже это и кеды дарила ира на первый день на день после того как мы познакомились и это венцы я просто у нее просила они мне очень нравились это старая коллекция но все их уже придется выбросить в скором времени уже плохом состоянии просто я их иногда одеваю носить собакой гулять вот такой вот но я на траве пробую мы пришли здесь погулять мы пообедали и вернулись на улицу или заснула после обеда она подъела неплохо спит вон аира на диете сидит видите на диете сидит мои штаны купили за 7 евро да вы нашли в мотошли максимум район там я не знаю какой-то район но там короче магазин какой-то есть прикольный с детскими шмотками но там не только детские шмотки там еще посуда для дома и всякое такое и взрослые там вещи немножко и получается что там штаны были так как ей сложно найти ее размер ну потому что тяжело и вообще чтобы по фасону подходила то мы обычно ищем просто где бы пришлось и вот мы просто увидели такие голубые и размер вроде ее она померила мы забрали потому что у нее всегда мало штанов там одни двое штанов максимум когда мы с ней познакомились у нее вообще одни страны были 1 кофта две футболки она вообще вещи не покупала а я потом ее немножко приучила к этому парке вообще нет никого у бабушки только сидят пара бабушек там где-то на скамейке кто-то там проходит изредка и все уехали куда-то и нам это очень нравится потому что будний день здесь все время кто-то сидит и с колясками даже не гуляют сегодня и на улице совсем не холодно хоть и их температура где-то 20 там чем-то градусов но жарко под солнцем жарко очень а в тенечке прохладно очень сложно прыгать подпрыгивать даже вот я же просто можно сказать на месте подпрыгиваю я особо ничему не научилась просто я же не занимаюсь никаким спортом и мое тело сразу же устает моментально еще и у меня плохо отталкивается нога то есть я ехать именно плохо еду не умею не умею нормально ехать из-за того что нога не научилась отталкиваться то есть это вам надо практика поставим у меня или может быть я неправильно ногу ведущую но мне кажется правильным потому что я попробовала другой вообще у меня правая стоит на скейте а левая отталкивается и так и нормально а если наоборот то я даже не смогу стоять на скейте просто если я поставлю левую потому что я левой не могу куку да смотри берем лопатку и вот так лопатку смотри это си я себе немного постригла сама вот так получилось здесь у нас под машинку здесь обрезала сверху я волосы не трогала так как бы вам показать сзади ну вот еще надо покраситься у нас есть краска но я не хочу это сейчас делать и и неуверенно понравится мне или но мужа во правой принципе еще страшно не случится немножко у меня разбился телефон для меня верхняя это стекло я не знаю как моего не роняли к он лежал в сумке иногда мы снимали на площадке снимала и я и ира и каком одни кажется в сумке чем-то придавилась и не знаю чем правда ничего там такого тяжелого и острова не было ну в общем не могу вам показать но внизу именно продавлено мне разбито чем-то было надавлено тяжелым таки вот просто надо теперь заменить стекло